Всем привет, с вами я Роман и сегодня я хотел бы сделать обзор на вот такую вот модель. Это А37 Dragonfly от фирмы Hasegawa в 72 масштабе. Это модель одна из тех, от которых я в ближайшее время планирую избавиться, так как у меня появилась модель от Академии, но она просто, как мне кажется, поинтереснее будет и в плане проработки, и даже хотя бы тот факт, что о ней не нужно резать расшивку, меня уже радует. Ну, в общем, получилось практически бесплатно достать Академовскую модель и вот эту я решил тоже подарить товарищу. Сейчас посмотрим, что же эта модель из себя представляет. Ну, стандартная Hasegawa коробка, видим сбоку вид собранной модели, также тут какие-то надписи иероглифами, в общем, все практически написано иероглифами, кое-где по-английски. Ну, в общем, коробка не информативная вообще. Также вот видим, что эта модель идет в категории А, то есть у Hasegawa это модели самые простые для сборки, то есть для новичков. Инструкция. Ну, стандартная такая инструкция-раскладушка. Видим две схемы окраски и нанесения декалей на А37, то есть одна модификация А37А, вторая ОА37Б. Ну, я, наверное, ОА37Б или А37, какой-то из этих, короче, я еще в 48-м когда-нибудь им обзаведусь. Также вот видим цвета, номера цветов даны по водорастворимым краскам фирмы Ганза Саньо. Вот они тут есть. Вот, ближе поднесу, чтобы вам видно было. Также вот видим схему расположения деталей на литниках. Ну, и тут краткое описание самолета, но опять же русский язык отсутствует. Также вот видим условное обозначение, маркировка, тут краски даны. Опять же, все дается по Ганзе, ну, и тут кое-кде, вот видим, Федерал Стандарт. Ну, вот такая вот вполне себе информативная схема сборки. Инструкция на твердую четверку выполнена. Так, следующее, что хотелось бы вам показать, это декаль. Декаль, конечно, если бы хасигавские декали не желтели, то я бы сказал, что это одни из лучших декалей вообще, с которыми приходилось иметь дело. Видим огромное количество технички. Видим, все очень хорошо пропечатано. Ни тебе каких смещений, ничего, ни замыленностей. То есть даже вот, не знаю, будет вам видно, не будет. В общем, даже с использованием увеличительного стекла можно прочитать текст, что там написано на техничке. То есть это декаль очень классного качества. Следующее у нас стекло. Стекло чуть-чуть толстоватое, довольно прозрачное. Ну и видим с таким тоненьким переплетом. В общем, стеклышко на троечку с плюсом в этой модели. Зато отличная декаль. Ну и перейдем к самому пластику. Первый летник тут у нас видим нижняя часть крыла. Вот видим, как она у нас выглядит. Вот. Как-то так. Вторая тут половинки фюзеляжа. Подвесные баки. Ну и элементы хвостового оперения. Тоже вот видим, расшивка вся внешняя. Довольно тоненькая. Ну и по сравнению с академовской моделью, довольно подробная. То есть на академовской модели расшивки точно столько же. Хотя, когда я вот академовскую модель держал в руках. У меня, ну на нее, кстати, будет обзор. У меня сложилось впечатление, что вот они просто передрали Хосигаву. Именно саму модель. А летники вот чисто поменяли и все. Ну, в общем, видим, как это все выглядит. Ну и третий летник. Тут видим еще одна половинка фюзеляжа. Какие-то элементы шасси. Вот два пилота. В верхней части крыльев. Опять же видим, здесь расшивка внешняя идет. Вот такая вот. Ну и видим, тут некоторая есть имитация проработок ниш шасси. Ну, в общем, это выглядит все как-то так. Модель интересная. Стоит в районе 12 долларов. Покупать ее, не покупать, решайте сами. Я бы, честно говоря, за эти деньги лучше приобрел Академию. Если где-то найдете дешевле, берите, не задумываясь. Модель отличная, неплохая. Хорошо подойдет для любителей реактивной авиации. Особенно американская, особенно штурмовой. Вот, в общем, такой вот наборчик сейчас был на обзоре. На этом, пожалуй, ролик будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под роликом. Делитесь этим роликом с друзьями. Все необходимые ссылки будут внизу в описании под видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok